Девушки отдыхают Попали борьба в портере, отчаянная и красивое попадание Сергея Мони вкупе с эмоциями Дэвида Блада. А это очень занимательный мяч Даниэля Юинга и Бург красивый тоже положил из-под счета. Ну а итог это просто 55-40, Динамо впереди и вы знаете напоминает этот матч поединок по армрестлингу. То есть вроде бы качнулась в начале встречи в одну сторону рука, но затем динамовцы напрягли свои мощные мускулы и потихоньку дожимают соперника. Начиная с второй четверти, через третью его сейчас четвертая на повестке дня 55-40. Кстати говоря, Блад еще не воспользовался в этой половине игры ни одним тайм-аутом. Ну потому что, наверное, все проходит так, как Блад прописал. Быков, Прайс, Моня, Евтокос и Хансен. Хансен сам пошел. Нет, нашел-таки Быкова. Быков скидка на Евтокоса, Бург недоволен. Считает он, что чистый блокшот у него получился. Четвертый фон, между тем. Вообще логично была бы замена, но пока Пачесос сидит себе спокойно и никаких тренерских действий не предпринимает. Ну а Евтокос забивает. Понятно, что фалить против Динамо выгодно в этом матче. Уж больно такая облегчающая статистика для соперников по части бросков с линии штрафных. Но, тем не менее, на сей раз Евтокос оба раза был точен. Положил мяч с аптекарской точностью в корзину соперников. Логан. Логан, Баррел, Бург, Юинг и Замойски. Который сейчас и бросает. И бросает красиво и точно. По очень крутой высокой траектории. Быков. Сам пошел. И скидочка на Прайса. Ну а Прайса не заржавеет. Бросает издалека точно. 60-43 плюс 17. Динамо впереди. И вечер становится все более томным для Динамо. Но все спокойно. В универсальном спортивном комплексе ЦСКА. Для белых-голубых. Замойски на Баррелла. Тот не огорчал. Не часто, вернее, огорчает соперников трехочковыми. А это прекрасная опять игра центрового. Патрик Бург. Вроде бы тягучий проход. Еще раз смотрим. Показывает право. Почему-то против Прайса оказался. Это вопрос. Евтокас слишком поздно включился в эпизод. Размен не в пользу Динамо. Хансен атакует. И забивает. Забивает Логан. Девит Логан. Два очка. Да, еще два очка. Мало того, еще и бросок. 60-47 уже. Хороший такой повесил фонарик над кольцом. Динамовским. Невозможность блока была очевидна. Конечно, вероятность промахнуться в таком случае куда больше. Но на сей раз бросок был удивительно точным. Хансен на Быкова. Тут же рядом с ним образовался Логан. Возник из пустоты Быков. Но Педро ему подставляет Бург. И просто Быков заступает за линию. Лицевую. Ничего не было. Так, по крайней мере, решил судья. Но, на мой взгляд, движение Бург делал. Все-таки. По потерям. Как я уже сказал, но команды одинаково аккуратны. Или одинаково неаккуратны. Зависит от вашей философии. Вашего взгляда на жизнь. К племени оптимистов или пессимистов вы принадлежите. Ну, а между тем Логан. Логан получает от Бурга заслон. Едва не теряет мяч. Баррелл разворачивается. Против Монии атакует. Сирены атакуют. Уже время вышло. И тем не менее Баррелл попадает. 60-50. Только что было под 20. Теперь уже только плюс 10. У Динамо, между тем, появился Хвостов. Вместо Быкова. Евтокас. На того стережет Бург. Прайс в высоком прыжке. На него не выдернулся Бург. Весьма возможно потому, что, возможно, была передача. Вероятно, вернее. 6.54. Еще довольно много играть в четвертой четверти. И все возможно для Прокума. Здорово играет Логан. Нанизал. Последовательно. Сперва Евтокаса, потом Моню. Каждый из которых выше него. Причем значительно. Но не ростом единым. Хитростью взял. Моня. Хорошая передача под кольцо. Хансен. Хансен. Уже за спиной Бурга получил мяч. Пока тут разворачивался. В корзине тот оказался. Но, естественно, не Бург, а мяч. Юинг. 64.52. Плюс 12. Юинг. Но, может быть, напрасно делал он это движение. И стоило бросать сразу. Впрочем, ему виднее. Хансен разворачивается с финтом. И все-таки Замойский выбрасывает мяч в поле. По пути задел им Хансена. Тем самым атака за Прокомом. Юинг. Я, как уже говорил, к началу матча между ЦСКА и Рижским клубом АСКА. Какой перехват Хвостова. Не забивает. Удивительно. Вот. Честно говоря, думал я о чем-то таком. И в ответ неточный бросок. Отскок за Евтокасом. Макдональд пока во второй половине не выходил. Хотя, на мой взгляд, сыграл очень полезно. Хвостов. Что арбитр. Арбитр. Показывает, что Замойский фалил. Честно говоря, если и задел на Хвостова, то чуть-чуть. А Хвостов затем мячом собственную ногу ударил. И его потерял. Но, на счастье, фалк все-таки был выписан. Отличная передача Прайса. Евтокас. Здорово. Фарла обыграл, а Бурк не успел. Достойный ответ. Но Прайс приучил уже всех к мысли, что... Он атакует из любых положений. И передача эта оказалась полной неожиданностью. Для соперников. Сразу двое на него стянулись, пытаясь помешать. И тем самым в одиночестве остался партнер. Логан. За две секунды до конца владения атакует не точно. Подбирает мяч Хансен. Моня. Что дальше? Или кто дальше? Дальше Евтокас и Прайс. Моня. Идет в проход. Останавливается. Бьет. Точно. 68-52. Плюс 16. Пачесос тут же берет минутный перерыв. Второй уже в этой половине встречи. И понятно почему. Только что удалось вроде подсократить разницу в счете. Как Динамо резко усилило игру. И прежде всего в обороне. Ну и в атаке тоже Динамо все получше выглядят. Давайте пробежимся по статистике. 14 очков Нахбар набрал. И 15 у Холиса Прайса. Это Динамо. У Прокума единственный баскетболист, который больше 10 очков настрелял. Это Логан. 13. 4 персональных замечаний у Бурка. У Динамо даже близко ни у кого нет. В худшем случае для игрока по 2 пола. Так что Динамо доиграет в этом составе совершенно определенно. И свобода выбора у Дэвида Блата остается такая же, какая и в начале матча. И куда сложнее все у Прокума. Три персональных замечаний у Логана, у Юинга и у Хрисанюка. Ну и еще раз лучшие моменты. Лучший из лучших. Сироп. Браво Евтокас. Ну и Бурк. Выдающийся персонаж. Кстати, надо поинтересоваться, что за пластырь обычно на плечо наклеивают спортсмены. Но может быть это просто ты такого цвета. Специальный пластырь, который помогает удержать в порядке то, что уже было когда-то повреждено. Но Бурк пошел и споткнулся. Споткнулся о собственные ноги. Пробежку заработал. Евтокас был ни при чем. Ирландец, кстати говоря, Патрик Бурк, по-моему, на себя досадует. Действительно, никто не мешал ему. Просто какой-то неверный шаг сделал. Оступился, мяч потерял. 68-52 за 3-57 до конца четвертой четверти. Никто не мешает Евтокасу. Он с таких расстояний не атакует. А вот Хансен вполне. 70-52. Как не бодался Проком, разница в счете приближается неумолимо к двадцатке. Надо бы парочку удачных атак полякам провести. Вот Бурк скидку делает на Баррелла. Красивый бросок. Изящный, я бы сказал. Но на 2 очка. Хансен вылавливает мяч из воздуха. После не очень удачной передачи. И, по-моему, даже извинился перед ним. Холис Прайс. Сам пошел в проход. Но здорово с ним Бурк отработал. У Динамо будет еще одна атака. Нахбар владеет мячом. Приглашает, конечно, Прайса. Сам он не будет вести игру. Другие у него задачи на площадке. Бросок со средней Нахбара. Плосковата траектория. И подбор за гостями. Даниэль Юинг. Сам, сам идет. И что? Да ничего особенного попадает под блокшот. На площадке номер 8 Филипп Делевич. И номер 20 Петр. Все проще. Блокшот ему сделал баскетбольный щит. А не чья-то рука. 70-54 плюс 16 у Динамо. И владение мячом за белоголубыми. Мония отправляется отдохнуть. Нахбар по-прежнему на площадке. Вышел, наконец, Ариэль Макдональд. Три хвостов. Вот эта пара сейчас у Динамо будет играть. Вместе с ним Трэвис Ханссон. Ну и Евтокас тут же. Пока что отдыхают и Евтокас, и Нахбар. Они на свою половину пули даже не переходили. Нет в этом смысла. Хвостов. Получает заслон. Хорошая передача. Мяч остается у Динамо, но только 10 секунд на владение. У белоголубых. А значит, никто из игроков польской команды правила не нарушал. Хвостов снова против него Несович. Передача на Евтокаса. Тот будет биться с Хрисонюком. И сразу два арбитра поднимают вверх кулак. Это значит, что Хрисонюк в этой борьбе для того, чтобы не проиграть, нарушил правила. И вот этот момент весьма ярко нам с вами показан с камеры, которая следит за происходящим из-за щита. Евтокас. Я паузу сделал, вы знаете, забил он два в свой прошлый подход. У Евтокаса пять очков пока что. Шесть из них четыре он набрал с линии штрафных. Тут же Быков вместо Евтокаса. Васильев вышел вместо Евтокаса, а вместо Хансона Быков. Васильев впервые появился на площадке, но счет Королев, по-моему, не выходил. Остальные все играли. Если я выходил, то ненамного мог я упустить из виду этот момент. Дальний бросок Прокома, борьба за отскок, и ее выигрывает Петр Щетка, который тоже не очень часто появлялся на паркете, но, видимо, и Пачесес тоже пользуется собственным резервом. А здесь, что, Хвостов правила нарушал? Да, совершенно точно. Три персональных замечания. Хвостов, который не обладает слишком уж грозным видом. Несмотря на свой юный практический возраст, довольно давно уже играет во взрослый баскетбол Хвостов. Из баскетбольных вундеркиндов родом он. Ну что, две минуты осталось. 18 очков не думаю, что удастся полякам что-то с этим поделать. Вышел, кстати говоря, и Королев. Вот он рвется к счету. И на нем как раз и фалит Петр Щетка. Петр Щетка, номер 20-й, первый фаул. Четыре командных у Прокома. Стал быть, не пробивается. Макдональд с Быковым. Вот такая парочка. И Хвостов тут же. Ну довольно легкий состав сейчас у Динамо. Блад пользуется таким вот вариантом. Королев издалека. Есть три очка. Браво. 21 очко. Наверное, этим всплеск восхищения вызван. Но вот если бы сейчас Быков следил за мячом, а не за своим игроком, был бы перехват. Макдональд. Фалит недоволен. И что-то такое демонстрирует похожее на удар. Из вида спорта под названием гольф. Вот смотрите, да? Вот как раз. Или бейсбол. Одно из двух. Несович. Щетка. Харисанюк мяч теряет. А Быков его тут же подбирает. Минута до конца. Порезвится еще командам. Ну что, давайте подведем небольшие итоги. Итак, сегодня четыре четвертьфинала завершились. Первый баскетбольный клуб Киев выиграл уже Альгерса 74-67. Затем Химки справились с Азов Машем 74-54. ЦСКА выиграл УАС Кориги. 80-67. То есть украинская команда и, скорее всего, три российских выходят в следующий круг. Ну а о завтрашнем расписании узнаете вы заблаговременно. ЦСКА будет играть с Киевом. Ну а Динамо, судя по всему, с Химками. Вот такой вот вариант. Но если Динамо выиграет, конечно, то именно динамцам предстоит встречаться с Химками. А ЦСКА с киевским клубом. А вот время на атаку и закончилось. Мяч остается у динамовцев. И последняя атака останется тоже за бело-голубыми. 75-54. Хорошая возможность для того, чтобы удержать разницу в 20 очков. Хвостов едва мяч не потерял, предоставив возможность сделать это партнеру по команде. Хвостов нашел-таки, нашел под кольцом Юрия Васильева. Ну вот и все, собственно говоря. 75-54. Динамовцы выходят в следующий круг, выиграв у польского Прокома в полуфинал. Итак, дорогие друзья, завтра в 18 часов и в 15.30. Мы приглашаем всех желающих... Репортаж наш о первом дне промо-купа единой лиги ВТБ был достаточно обстоятельным. Посмотрели мы два матча, которые были весьма интересными. Три российских клуба и баскетбольных клубки в полуфинале. Продолжим завтра. Ну а на этом я, Алексей Осин, с вами прощаюсь. Благодарю коллег, которые нам с вами помогали смотреть эти увлекательные поединки. Удачи в игре и счастливо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова